15-й день боевых действий на Украине. Зеленский разрешил всем гражданам использовать оружие против российских войск. В ДНР заявляют, гуманитарный коридор в Мариуполе так и не заработал. В российском Минобороны сообщили, среди попавших в плен на Украине обнаружились срочники, до этого утверждалось, что воюют только контрактники, Путин требует наказать виновных. Лукашенко заявил, растет угроза военной безопасности Беларуси, мы не позволим ударить Россию в спину. Переговоры Лаврова и Кулебы в Турции завершились ничем, сама Анкара закрыла Босфор официально из-за плохой погоды. В польском городе Кашалин уничтожен памятник советскому воину-освободителю. Монумент снесли с помощью тяжелой техники, городские власти утверждают, что ни при чем. До 2001 года мемориал находился в центре города, затем его перенесли на кладбище. Евросоюз запретил продавать евро в Беларусь и удалит местные компании с европейских бирж. Британия ввела санкции против Абрамовича и ряда топ-менеджеров госкомпаний, включая Миллера, Костина и Дерипаску. Даводский экономический форум заморозил все отношения с Россией. Россия в ответ отказалась от участия в Совете Европы и автоматически выходит из Конвенции по правам человека. Глава европейской дипломатии Боррель заявил, ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. Песков говорит, такой экономической войны против нас еще не было, прогнозы делать не стоит. Китай снова заявил, что никогда не смирится с независимостью Тайваня и посоветовал не вмешиваться во внутренние дела страны. Чем больше США и Япония будут гнать волну, тем более жесткие действия последуют в ответ, заявили в Минобороны. Одновременно Пекин увеличивает военные расходы на 7 с лишним процентов, это самый большой рост за последние три года. Американский Конгресс проголосовал за бюджет, в котором расходы на оборону и силовиков впервые превышают триллион долларов. Штаты продолжают искать альтернативу российской нефти. В Венесуэлу отправлена правительственная делегация. После визита из местной тюрьмы освободили двух американцев, обвиненных в отмывании денег. Каракас готов идти дальше, добыча нефти может быть увеличена в полтора раза. Вашингтон взамен готов снять часть санкций. Новым президентом Южной Кореи становится консерватор Юн. Он одержал победу на выборах с незначительным перевесом. Ранее Юн обещал поддержку военным, рассуждал о предупредительном ударе по КНДР и призывал к еще более тесному сближению США в ущерб отношениям с Китаем. Среди возможных шагов – размещение на территории Кореи объектов американской ПРО. Годовая инфляция в России уже больше 10%, сообщил Росстат. Овощи и фрукты за неделю подорожали в среднем на 3%, отечественные автомобили на 17%, иномарки на 15%. Столько же прибавила бытовая техника – смартфоны плюс 10%. Расходы граждан выросли на 20%. Госдума предлагает ввести госрегулирование цен на важнейшие товары. Доллар и евро обновили максимумы – 121 и 132 рубля. В правительстве одобрили предложение ядра продать или национализировать уходящие из России компании. За сутки из страны ушли итальянская нефтяная компания «Эни», крупнейшие производители строительной и сельхозтехники «Катерпиллер» и «Джон Дир», производители приставок «Нинтендо» и «Плейстейшн». «Тойота» объявила, что остается. Производители «Инсулина» тоже письменно подтвердили, что продолжат работать. Коммерсант пишет, российские телеканалы рискуют потерять половину рекламных доходов. Ютуб отключил всю монетизацию в России.